Привет, Даша. Здравствуйте, я Лидия. Это совместно прочитанная за январь 2015 года из Парли. Мы только в одной книге показывали. Одна книга, ну какая зато. Это, так сказать, подарок моей дочке, дорогой Дарьюшке. Поэтому, значит, называлась она «Приключения Алисы в стране чудес». Ну, кто не знает эту книгу, кто её не читал, нет таких людей. Всем она знакома. Но, но, дело в том, дело в оформлении. Хотя мы с Дашей как бы на форму особого внимания не обращаем. Не приеду, если понимаем, пока я лоб книгу, судя по обложке и буквально в том числе. Да, да, да. Но бывают вот такие вот книги, вот типа подарочного варианта, на которые просто приятно смотреть. Просто изумительные книги. Тут вот Алиса сама, то есть прообраз, голограмма такая. Да, да. И вот, знаете, не только сама вот иллюстрации такие вот по ходу сюжета, но здесь прежде всего ещё и эпохи об этой Экторианской. То есть это начинается с того, что и кто такая королева, и с чем её едят, и кто такой Лиз Карол, и кто такая Алиса. Ну, может быть, Экорол, да. И Алиса, её семейство. И всё это в фотографиях, в рисунках. Тут конвертик, посмотрите, какой замечательный конвертик. Такой старинный, престаринный. Тут всякости, тут карты и прочие дела. И вот только открываешь её, тут много таких загадок. Вот, положим, вот, вот тут Алиса, видите, на развороте. Здесь вот ещё полуфаналидовина. А вот здесь вот потом чик, потом чик. Посмотрите, разворачивается. И всё это тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. И там всякости, тут всякости. Ну, сейчас, сейчас, да. Тут о нём открыли, об этом самом. Ну, и дальше поехала по сюжету. И вот тут всякие конвертики, посмотрите, полочки. Всё открылась. Вот она, полочки, чик, открывается. Чик. И тут, помолчав, она начала снова. И тут такая закладочка на ленточке. Алиса, да? Алиса, пожалуйста, не видно. Где она? И-и-и. Алиска. Вот она. Видно? Смотрите, как интересно придумано, что закладка есть самой Алисы. И вот здесь вот различного рода открываешь, тут всякости. Здесь вот обо всём, буквально обо всём, знаете. Реверанс, это целое искусство. Танцы, еда, питьё. Вот всё это одежда, вот буквально всё промышленность, транспорт. И всё это такие картиночки, и всё это открываешь. Что-то там вытаскиваешь, всё это разглядываешь. Всё это ощущаешься для ребёнка, когда всё это размахивает. Это просто настолько удивительно, ну и полезно, понятное дело, что ты имеешь представление об этой эпохе витарианской, полное представление о людях, об Англии того времени. Благодарность видеоблогеру книжному Нюре с её лемурчиком Янти. И именно они показали вдвоём, преимущественно Нюра, конечно, показывал, лемурчик поменьше участвовал. Вот данное издание я потом целый год думала, думала, думала. У мамы это любимая сказка. И у нас не было даже в обычном варианте. Её, не говоря уже о подарочном, я долго думала, потом думала, а! Ай! И ты прямо точно спала. Потому вот просто замечательный подарок. Да, я молодец. Получила удовольствие несказанное. Сказочное удовольствие. Да, я двое суток её разглядывала, прочитывала, открывала, закрывала. Ну, вот хоть я и пожилая девушка, и, может быть, скажу, что спала маразм уже, где-то какое-то, но я правда получила удовольствие просто из ряда вон. И не могу не воспользоваться случаем, когда мы говорили о таком замечательном подарке, теперь украшает мою комнату ОНЭ, и издание настолько великолепно исполнено. И не могу не воспользоваться случаем, дабы пропеть Асану моей дочке, так сказать, за всякого рода подарки вот такого рода. Потому что, надо сказать, что, ну, великая любительница, так сказать, подарков, особенно Дорити, она очень тщательно к этому подходит, очень трепетно, очень захотела, знаете ли, вот, ну, крик души. И очень, значит, настолько она вот мастерится все это выбирать, подбирать, и не только, так сказать, по полезности, прежде всего, вот, для души, и вот такие необычные, и вот прямо я не знаю. То есть она не из тех, как Циолковский подарил своей жене день рождения токарный станок, потому что ему работать надо было. Бывают, конечно, подарки для общего пользования, но особо я хочу остановиться на... Ты куда? Я тут, я притащила, а некоторые в прошлом подарки, вот я сниму, тоже изданные великолепно. Вот, например, посмотрите, книга для записи фамильных рецептов. Вы посмотрите, какая прелесть, а? Вы посмотрите, тут представлены фамильные рецепты Пушкина, Ганнибалов, Толстого, Грибановых, Меджитовых, и так далее, и тому подобное. О, красотища какая! Я, правда, не запомнила, как-то фамильных рецептов не очень много. Да, хотя уже очень много, да, по два года. Но все равно. Она вот здесь и с портретами, и вот о писателях, и все это очень интересно. Или вот, к примеру, вот такое вот издание. Мама расскажет, потому что это важно. Тут, кстати, я хочу немножко вклиниться. Вот эту книжку где-то мне давненько... В каком году я тебе ее подарила? Ну, я бы еще... В общем, не делай как-то запрос, что-то будешь дарить своей маме на Новый год. И, значит, я показывала, и в том видео я показывала вот эту книгу в частности. Да, и здесь обо всем. То есть я должна рассказать о себе все, начиная с детских лет, и кончая там о всех пристрастиях. Ну, все, все, все. Я частично ее запомнила. Вот, запомнила. Только на половину я смотрела. Которая требует осмысления и прочее. Или, ну, вот, не терпит, извините, торопливости и спешки, все это дело. Вы лично затягиваете. Или вот подарок любимой маме. Вы знаете, какая прелесть. Такая книжечка просто замечательная. Вот тоже иллюстрации, украшения, вот эти все о знаменитых людях. То есть, начиная от нас с Бонапарта и прочих. Просто великолепно. Это все у меня стоит на полочке, так сказать, фарзатцем наружу, чтобы все видели. Или вот, например, дорогая мамочка, спасибо тебе за все. Ну, разве не прелесть? Тут о животных, то есть, мама и ее, как сказать, сыночки всякие, дочки. И надписи такие прямо. Ой, ты снова и снова чинила сломанные игрушки, разбитые сердца. Спасибо тебе. Обрудалась, блин. Пока читала, все, обрудалась. Ты вообще ленит лица. Ну, тут нельзя не растрогаться, лапочка. Ну, или вот, например, такой подарок. Ну, никогда не думала, что изучая, так сказать, уголовный кодекс, можно хихикать в кулачок. Казалось бы, вещи совершенно несовместимые. Ну, уголовный кодекс, это, кстати, моя настольная библия была. Это с чем я работала. Он со всеми поправками, уже уточнениями, изменениями, хоть я уже не работаю несколько лет. Опять же, спасибо за наводку на данную книгу книжному видеоблогеру Лилай. Прекрасная, которая... Да, ну вот, прежде всего. Иллюстрированный уголовный кодекс, что может быть смешнее. В рисунках, подчеркнем и расрекламируем Алексеем Мериного. Мериного, да. И вот, например... Там есть не только уголовный, гражданский, трудовой. Ну, вот здесь уголовный. Тут, посмотрите, вот такие иллюстрации, просто обхохочешься. Вот подобного рода. И так в каждой статье. То есть настолько, казалось бы, серьезная. Откроем. Статья 161. Грабеж. Диспозиция, все как положено, все председательные признаки. И вот такая вот иллюстрация. Как заработать деньги один идет, а второй с дубиной. Как быстро заработать деньги. И вот такая... Ой, я так же вижу. Вот они, два чувака. Поэтому уголовный кодекс вот в таком варианте, вот с этими иллюстрациями, конечно, он такой большой, такой фолиант, такой основательный, можно сказать. Вот, хотела бы похвастаться, какая у меня дочь. Ну, спасибо тебе. Обращайся, ежели что. Ну, ты сама знаешь, чего, куда и как. Чем и радуешь меня помянуть, можно сказать. Ну, не всегда нам удается. Нет, всегда. Не всегда. Абсолютно всегда. Вот как мы ее просто волосили с кофеваркой, ну, той, которая с чашечкой. Да просто мы, может быть, не так обращались с ней. Нет, это плохая кофеварка. Ну, что это, я, плохая, чудесненькая у нас. Она протекала и не грела и вообще. Ну, вот вспомни еще какие-то эти чудесненькие. В остальном все прекрасные маркизы, все хорошо. И даже более. Ну, давай на этой радостной ноте. И попрощаемся. Да, и до скорых. До свидания.